Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами. Либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Так, на 2024 году правления Владимира Путина оказалось, что хоть у кого-то в России есть выбор. У наемников незаконной группы «Вагнера» этот выбор появился после попытки Евгения Пригожина устроить мятеж и дойти до Москвы. Где теперь находится сам Пригожин, доподлинно неизвестно. 27 июня, спустя три дня после неудавшегося мятежа, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Пригожин прибыл в страну, но самого Пригожина не показал. А 30 июня в Минске приземлился грузовой самолет Ан-124, связанный с ЧВК «Вагнер». Такой борт используется для перевозки ракетно-зенитных комплексов, военной техники и способен вмещать почти 900 пассажиров. Причем они идут с выключенными транспондерами, то есть чтобы их не фиксировали. Но это, в общем-то, не говорит ни в плюс, ни в минус о личном составе, потому что в последнее время постоянно на Мочулище летала транспортная авиация российская. Что-то возило, что-то... Мы не можем сказать, что там происходило внутри. Незадолго до этого издание «Верстка» сообщило, что в Беларуси под Осиповичами начали строить лагеря для наемников ЧВК «Вагнера» на 8 тысяч человек. Источник «Верстки» сообщил о нескольких таких объектах. Они считают, что им будет выделено три базы. Одна – это до Осиповича, вторая – это под Барановичами. Видимо, имеется в виду полигон Обуз-Лесновский, где, в принципе, их новобранцы проходили обучение и перед этим Беларусь. И третья локация называется где-то в Родницкой области. Сам же Лукашенко информацию о строительстве лагерей не подтверждает, но и не опровергает. Мы пока никаких лагерей не строим, но если они захотят, я так понимаю, они смотрят отдельные территории, мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях. Тем временем появились спутниковые снимки строящегося лагеря в Осиповичском районе. Мы же поговорили с жителем Могилевской области. Как говорится, там вроде как была старая заброшенная, ну не заброшенная, но старая часть, досиповическая. И я так понял, ее решили реанимировать, честно, на данный момент. То есть, судя по предоставленным ходам, там у них находятся палатки ОСТ-56, М10, то есть что-то новее, что-то старее. Но в основном все из запасов в Савдековске. В одной такой палатке могут разместиться 30 или даже 60 человек. Судя по имеющимся в нашем распоряжении фотографиям, сейчас в палатках ставят настилы и устанавливают буржуйки. Ну, в принципе, если люди довольно-таки грамотно их ставят, то, в принципе, одну палатку за полчаса можно поставить. Поэтому тут только посчитать количество, если 8 тысяч мест. Но, опять же, мне кажется, что не все там будет в палатках. Может, какие-то бараки еще будут строиться, скажем так, для более элитных бойцов. Впрочем, как считают эксперты, далеко не все наемники согласятся уйти в Беларусь вслед за Пригожиным. Очень важный будет вопрос, кто будет содержать этот проект. Если российское государство готово взять на себя, они же понимают, собственно говоря, рядовой штурмовик Вагнера получает деньги, которые значительно больше, чем белорусский генерал. Поэтому содержать вот такое мероприятие у Лукашенко навряд ли согласится. Но содержать свои структуры самостоятельно Пригожин просто не сможет. Даже Путин признался, что все эти годы государство финансировало якобы частную армию. Только с мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании Вагнер 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Уже сейчас очевидно, что Пригожин теряет свою империю. В минувшую пятницу он распустил свой пропагандистский медиахолдинг «Патриот», более известный как «Фабрика троллей». Такими темпами, глядишь, Вагнер-центр в Петербурге тоже опустеет. Никаких бизнесов, не связанных с государством, у него практически нет. Какие-то там музеи шоколада, не помню, по-моему, это закрылся, да? Рестораны, которые вечно открываются, закрываются, по-моему, уже их и не осталось. Кейтеринг, об этом говорить странно. Так же, как и строительный бизнес в Петербурге. Это не те деньги, это уже больше проблем сейчас, чем денег. Деньги всегда были главной рекламной приманкой для наемников-вагнеровцев. Стоит ли рассчитывать на то, что они останутся с Пригожиным из чистого энтузиазма? «Естественно, что какая-то часть народа просто наоборот разбежит, все это нормально. Кто-то уйдет в структуры Минобороны, либо другие непонятно какие, квазиармейские формирования, типа всяких барсов, потоков, фридутов и прочего, 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 чего сейчас мы говорим. Кто-то разбежит по домам, а кто-то решит попробовать продолжить карьеру в том, что останется. То, что осталось, пока и правда продолжает функционировать. Рекрутеры Вагнера продолжают нанимать на работу в различных регионах страны. Скажите, я хочу записаться в ЧВК, и возможно ли это сейчас сделать? Да, возможно. Сколько лет вам? Мне 35. Вот, и я просто долго думал, но после того, что там в субботу-воскресенье видел по телевизору, я думал, ну, блин, все, надо записываться. Ну, не важно, что видели. Мне на WhatsApp отправляете ваше имя и сколько лет вам. Окей. Я просто две вещи еще хотел уточнить. Там просто я смотрю, Путин там что-то говорит, что Вагнер практически вне закона, и там предатели, и все такое. С этим все нормально. То есть меня никто преследует... Были бы мы предатели в России не находились. Есть еще вопросы? А там говорят, что в Беларуси... Я об этом и хотел спросить, что говорят, там в Беларуси должны будут перемещаться, и больше никакого Краснодарского края. Это тоже неправда, да? Все, что делается, делается к лучшему. Вы же не знаете всего. Ага. Ну, то есть... Информация по телевидению не всегда правдивая. Ага. У нас в заблуждение вводит. Окей. Ну, то есть, короче, никакой Беларуси, все нормально, Молькино и так далее, да? Все хорошо. База наша находится в Краснодарском крае, хутор Молькино. Кроме того, продолжает работать и вагнеровский отдел кадров. В нем мы искали вымышленного персонажа, якобы завербованного в одной из тюрем. Да, здравствуйте. Мужу еще дали ваш номер. Здравствуйте. Ага. Да, конечно. Да, муж мой, Иван Колотовкин. Что сказать? Дату рождения? Скажите, пожалуйста, а он откуда? В смысле? Откуда его забирали? Или он сам пришел к нам? ИК-2, Челябинская область. Впрочем, если верить словам нашего собеседника, в Пригожинском мятеже зэки вообще не участвовали. Да забирали его в прошлом году, просто я с ним никак связаться не могу. Тут еще события эти все в Ростове. Может, он там оказался, я не знаю. Ну, вряд ли, потому что они не принимали там участие. Может, он в Беларуси? Я уже тоже новости... Да нет, вряд ли. Не-не-не-не, база-то одна. В Беларуси еще никого нет. Несмотря на арестованную газель с четырьмя миллиардами рублей наличными, сотрудники Пригожина обещают продолжать выплачивать компенсации за погибших. Все так же наличными. Ну, хорошо, а выплаты-то какие-то будут? Уже даже не знаю. Пока вот он воевал, я не знаю, я ничего не получала. А говорили, что... Он сам говорил, что что-то будет. Может, я не знаю, может, он мой счет не оставил вам? А карточки никто никогда не переводит, только наличка. Ну, а как наличка переводят, я не понимаю. В конверте, что ли? Конечно. У нас банковская система, мы не работаем. У меня вообще никак. А то есть это мне что-то... Письма, что ли, должны были приходить? Почему письма? Это только на территории России можно взять зарплату. А в Москве-то куда надо ехать? Что, на Красную площадь? Нет, они сами вызывают. А куда вызывают-то? Ну, говорят, адрес куда приехать. Без приглашения смысла ехать нет. Поэтому мы направились в столицу ЧВК Вагнер. И это не Петербург, а Горячий ключ. Один из курортных районов в Краснодарском крае. Рядом с ним уже несколько лет находится полигон Молькино. Главная тренировочная база группы Вагнера. Мы не знаем, если они и есть. Те, кто живет, которые в Вагнеце находятся, они там находятся. Здесь их нет ни одного. Погибших много наших, которые были там в Вагнере. Я думаю, что на каждой улице есть один-два человека, которые побывали там. Или как сотрудники Министерства обороны. Или как вагнеровцы. В группах поддержки Голубки, Народ фронту, у Саши Струева в блокноте регулярно. Ну, у них по 3-4 тысячи регулярно там участвуют в каких-то мероприятиях. Либо донатят, либо приходят, плетут сети. И Лукашенко виноват, и Путин виноват, и Пригожин виноват, и Шойгу виноват. Разбираться надо было вовремя. Не дотягивай. Дело в том, что Горячий Ключ на самом деле бедный город. То есть курортная сфера, она не приносит больших денег. Проблем там достаточно. Рабочих мест в Горячем Ключе мало. Люди в Горячем Ключе как бы могут работать на низкие зарплаты. То есть понятно, что это частная военная компания, как она называлась. А как в последнее время оказывается, что она все-таки финансировалась за счет государства? А он и раньше возникал вопрос, то есть за счет чего может существовать вот эта довольно боеспособная, как мы понимаем, такая организация. Вот, эти вопросы возникают. Улица Ольхова, это окраинная улица Горячего Ключа. Не сильно населенная. Я точно знаю, что с улицы ушло 4 человека с этой улицы. И два точно погибли. И именно от Вагнера. Потому что и Василий, и Максим, это мои два ближайших соседа, они анонсировали в соцсетях как погибшие. В декабре прошлого года дом Андрея в Горячем Ключе подожгли. Как он считает, из-за его пацифистских высказываний. В том числе, о происходящем на полигоне Молькино. Я там у них враг народа. Единственный, кто публично выступил против войны и не скрывает свою позицию. Вагнеровцы заняли в Молькино не только полигон, но и местное кладбище. Пригожин даже показывал его в начале года. И если по состоянию на 2 января было известно о 93 могилах, то спустя ровно 3 месяца могил было уже больше 600. Сама я не видела этих захоронений. Я видела только снимки в интернете и слышала со слов ребят, что их хоронят в районе Бакинской станицы. Кладбище очень большое, внушительное. И самое горькое, что там лежат ребята 98-96 года рождения. Это те ребята, которым надо было, по идее, развивать страну, рожать и воспитывать детей. Я так понимаю, сейчас около тысячи мест будет на этом кладбище. То есть было 680, дали еще одну очередь, и там теперь будет около тысячи могил. Союз ветеранов включился, там они благоустраивают в Бакинской дорожке делают, какой-то памятник открыли. То есть, да, у нас будет Мамаев курган своего рода для Вагнера. Таким образом, оккупация «Горячего ключа» стала самой успешной операцией Вагнера. Пока неизвестно, попробует ли Пригожин повторить это в Беларуси. И останется ли вообще в стране под крылом Александра Лукашенко. Я, например, все-таки предполагал, что Лукашенко будет сам с настороженностью воспринимать наличие вот такого вот персонажа у себя внутри страны. То есть два таких, в общем-то, харизматика самодурок, поимые они являются, они на такой маленькой территории не уживутся. Или же попробует вновь рискнуть. И пойти во банк уже не только против Минобороны, но и против Владимира Путина. И именно в этом заключается некий феномен, который может его порвать, потому что вынесет в очередной раз наверх. Конечно же, ранее преклонение господина Пригожина перед Путиным мне казалось весьма искренним. Видимо, он очень сильно разочаровался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова